Мы рассказали Сергею Вадимовичу Анну, потому что это входит в составную часть нашу концепцию. Концепцию мы разрабатывали на основании проведённых исследователей, исследований, опросов, собеседований, то, о чём Анна говорила. То есть это являлось для нас техническим заданием. Ну, принципиально, я бы немного, вот, концепцией мы расширили несколько подход. То есть, если в основном первоначально речь шла о пространстве между инкубатором и вторым корпусом, то, в принципе, мы просто профессионально рассматриваем университетский квартал, естественно. Это от улицы Мира до спортивной зоны будущей и от улицы Парковского до границы первого корпуса. Вот, потому что это и задачи концепции мы ставили, соответственно, цельное восприятие этой вещи именно как, ну, не знаю, для себя я называю универ-квартал или квартал-универ. И, соответственно, вот, концепцию мы постарались дать какое-то цельное решение этого квартала. Ну, здесь несколько выдержек из строительных документажей, то есть по карте зонирования это зона ОД-2, то есть, в принципе, разрешается и строительство, общественное здание, и учебное здание. Краткая история, ну, все вы знаете, что все это в четвертом году организовался, построился первый корпус. Вот обратите внимание на фотографию, вот на торце корпуса было монументальное панно. Вот, впоследствии оно исчезло из жизни. Вот, когда мы определяли проблематику, то, естественно, то, что мы будем затрагивать целиком окружение и прилегающие территории. И здесь проблемы как в прилегающих территориях, так и на самом территории. Ну, первое, самое серьезное и крупное, это, я считаю, доступность корпусов со стороны проспекта Мира, учитывая то, что лежит открытая теплотрасска. Здесь в любом случае благоустраивать территорию, не благоустраивать, но этот вопрос нужно решать. И я считаю, что для миллионного города, ну, такое соседство, оно просто не допустим. То есть, ну, понятно, что здесь во многом зависит не от студентов, вот, от руководства университета, но этот вопрос нужно ставить и решать. И, соответственно, решать полосу между границей, вот, между границей и ареями университета и проспектом Мира. То есть, она не может быть бесхозной, либо она будет прилегающей к университету, который будет за ней следить и благоустраивать с помощью города, либо город займется, то есть, нужно делать нормальный остановочный пункт с обоих сторон и, соответственно, его и определять как остановка университета. Вот, и, может быть, его решать тоже в каком-то плане, как обозначение университета. Ну, сейчас, например, там, вагоны, метро, трамваи, автобусы могут нести не только рекламную информацию, но и информацию историческую, культурную и так далее. То есть, в этом плане. Если говорить о проблемах общих территорий, здесь двояко, можно говорить. То есть, с одной стороны, вроде здесь никакого благоустройства нет. Ну, не скажу, что территория запущенная, она как-то содержится, естественно, но неблагоустроенная. Но, с другой стороны, это дает, как Анна сказала, это дает массу возможностей для того, чтобы именно сейчас заняться этой территорией и сделать то, что хотела. Вот. Насколько я знаю, есть планы по строительству спортивной зоны, да, речь идет о рабочем проекте, поэтому мы эту зону не затрагивали. Вот. Но расширили территорию, затронули хозяйственную зону и двор первого корпуса, пространство между бизнес-инкубатором и первым корпусом, ну и, соответственно, между инкубатором и вторым корпусом. И затронули аллеи. Одна из серьезных проблем, во что касается аллеи, дело в том, что здания университета, они абсолютно не просматриваются с проспектами. То есть елки выросли, елки заняли елки, вот, и университет, как бы, не видно. Вот. Это вопрос сложный, то есть я не говорю, что необходимо аллеи вырубить, вот, вряд ли это возможно вообще подумать об этом, но, как бы, какие-то работы по уходу за зеленью, либо кронирование, либо какая-то расчистка, либо смотреться в недарное состояние для того, чтобы открыть каким-то образом фасад университета, могли бы быть произведены. Также, естественно, невозможно говорить о благоустройстве в отрыве от ремонта фасадов. То есть понятно, что, ну, если работы по благоустройству будут вестись, то в следующем этапе нужно говорить о ремонте или о реновации фасадовых зданий. Может быть, первый корпус, он представляет определенную ценность, в смысле, на денисской архитектуры, здесь более, ну, так, точно должно подходить. Я бы оставлял штукатурку, может быть, с утеплением и так далее. Вот, что касается второго корпуса, то, конечно, здесь могла бы бедная реновация, учитывая промышленный фасад его фасад. Но, к сожалению, мы знакомились с территорией зимой, поэтому, собственно, непосредственно там дрова, деревья, кроме елок и все остальное мы не очень хорошо видели, но сейчас это все открылось, по-моему, посмотрели. 4 января был семинар, на котором высказывались определенные мнения, но все это в обзоре Ани и Кручкина. И, соответственно, мы опирались на предложения студентов, преподавателей, на интернет-опрос, более 80 анкет было собрано, и для себя определяли основные направления, которые необходимо реализовать в этом проекте. Если говорить о сути представленной концепции, то концепция состоит из трех основных факторов. Первое, я бы на первое место поставил идентификацию, это именно обозначение университета в городе. То есть на сегодня, ну, я честно скажу, что я с территории университета знаком постольку, поскольку я работаю в живую центре города, и университет на протяжении жизни, ну, может быть, несколько раз я здесь был. И вот этот вопрос, то, что, ну, в принципе, вот если сравнивать Сибади, Медакадемия, Паритер, они сразу, ну, как бы, определены с проспекта мира, вот университет в этом плане, он, как бы, пока слепой. То есть, какими способами это можно сделать? Это, естественно, определенная информация, знаки топонимика территории, то есть название аллеи, там, остановки, название выявления корпусов за счет посадок. И непосредственно через соблюдение какую-то программу, то есть, когда люди знают, что на этой площадке что-то происходит в определенное время, то эта площадка начинает работать именно как смысловая город. То есть не просто как пространство, там, зелененное, там, или еще. А именно, что это вот университетская площадка, и здесь проходят какие-то интересные вещи. То есть там, то ли концерты, то ли обсуждения, то ли еще какие-то праздники, там, университетская елка, или еще. Здесь вы абсолютно свободные, то есть я никак концепции не определял жесткой какой-то функциональной направленности. То есть любую часть пространства можно использовать в абсолютно разных категориях. И вот два других основных фактора – это, что концепция предлагает снаружи квартала и внутри квартала. То есть снаружи необходимо увидеть, то есть организовать входные площадки, озеленение, освещение, подойти или войти в квартал. Это, ну, у вас есть пешеходные переходы, их нужно долго работать, естественно, можно их поставить на корпор, по-мирам, заглубление теплотрассы, благоустройство, прилегающей территории. Обозначить территорию, памятные знаки, стелл, стенды, навигация. Навигация – такой серьезный фактор. То есть, ну, вот, наверное, вы заметили, в городе появилась навигация на коричневых табличках, там можно спорить о дизайне, там, или еще как-то, но это сразу, даже при нашем среднем и низком уровне благоустройства в городе, это сразу поднимает, как бы, уровень среды на определенный уровень, потому что там надписи на русском, английском языке, то есть понятно, что этим могут пользоваться туристы, приезжающие в город, просто жители, жителям напоминания, там, здесь Никольский собор, концертный зал, музыкальный театр, там, и так далее. Это, ну, на самом деле, большая история, в сознание внедряются основные, как бы, места города. И вот на территории университета тоже могли быть какие-то отойти к ничьи. И обеспечить связанность. То есть сейчас она на самодеятельном уровне решается, то есть есть тропинки, есть какие-то дорожки, есть какие-то пути пешеходные, то есть их нужно выявить и, как бы, многоустроенные. То есть пешеходные транзиты, доступ от остановки здания, проезды и парковки. И то, что касается внутри города. То есть это больше касается социально-собъективного момента, то есть это предложить вещи, которые подняли активность зоны. Но здесь я, как бы, со своей стороны могу создать только условия, а сама активность, она зависит от пользователей, студентов, преподавателей, жителей. Благоустройство должно обеспечить комфорт и безопасность. Но первое, что... Ну, не первое, а в процессе разговора с вашим ректором, как бы, ну, выслушал все, и первое, что он сказал, ну, как бы, нам бы надо забор поставить. Ну, понимаете, как бы, забор, да, он решает многие проблемы. Забор, потом появляются турникеты, потом появляется охрана, потом собаки, потом вышки, ну и так далее. То есть, на самом деле, все эти вещи в мире давно уже решают другими вопросами. Это вопросы обеспечения безопасности, это вопросы освещения, благоустройства, установления определенных правил поведения на этой территории. То есть, это не обязательно даже наряд полиции, там, или еще, это просто, когда человеку, ну вот, могу сказать, я человек, извините, курящий, что сейчас не популярно, вот, например, в Гонконге, там места для курения специально выйдут. То есть, и можно курить там, где есть урна с пепельницей. И вот, в нашей команде было там человек пять таких архитекторов. Вот, но просто неудобно, неудобно курить там, где люди этого не делают. И вот, вот эти вещи, они довольно продуманны, это вот касается конфликта с собачниками. То есть, есть, ну, они подороже немножко, отдельные станции для собачников. Ну, как урны, расширенного, с расширенным составом, как и функции. То есть, там можно взять пакет, можно, там еще что-то сделать, и так далее. Но даже, даже, да, даже раздача, предположим, пакетов, да, она, ну, как бы, заставит людей уже вести немножко подругу. То есть, здесь вопрос, ну, воспитание, это вопрос долгий и сложный, но другие меры, они не работают. То есть, меры запрета, там, конфликта, выяснение отношений, что вы сюда не ходите, а почему они не должны сюда ходить, и так далее. Вот. Все это устанавливается просто определенными правилами и созданием условий для того, чтобы одни группы людей не конфликтовали с другими. Вот. Ну, и хотелось бы, ну, и, соответственно, это решается благоустройством, предоставлением услуг, может быть, мобильный фастфуд, вай-фай, соответственно, розетки для подрядки телефонов. Вот. Что касается безопасности, медиа наблюдения сейчас не настолько дорого, ну, как 20 лет назад иметь действовало. То есть, обеспечить, там, 5-6 камер повесить и вывести их на пульт охраны, вложить их, охрану, университет. Вот. Это не составляет никакого, если территория освещена, то... Ну, и, соответственно, необходимая вещь, это уход за территорию, то есть, уборка, чистка, там, скрижка до зоны, если она понадобится, уход за озеленением, и так далее. Ну, и хотелось бы, чтобы, и мы это предлагаем, концепция, чтобы территория была современной и эстетичной. Вот основные моменты, которые мы решали при разработке концепции. Вот. И примерно, как бы, зонирование, принципиальное зонирование, это, естественно, вот большая лужайка. Вот здесь можно проводить, там, какие-то крупные события, лекции, конкурсы, ток-шоу, концерты, прогулки, и так далее. Вот отдельное внимание мы уделяем двору Каре. Вот. Но для этого, конечно, нужно реконструировать хозяйственную зону, потому что сейчас она не совсем похожа на университетскую зону. Вот. Пространство между инкубатором и первым корпусом. Реанимировать вот олеви можно в каком-то виде. Вот. Соответственно, входные площадки перед корпусами, первый корпус, инкубатор и второй корпус. Входная площадь со стороны центра нефтяников вообще в зону университета и продолжать развивать историю Уссарей. Ну вот, если мы посмотрим на генеральный план, здесь немножко не обращайте внимания, что черные шкотки, просто масштаб генплана довольно мелкий. Вот. Это просто мощение показано. на самом деле здесь